Второй тур Самарского регионала против меня играет Денис Орехов. Оппонент победил в броске на ход и выбрал быть первым, что в целом меня устраивало. Прошлую партию я нападал, и мне не хватило урона, чтобы убить даже одно существо в первый ход. Мне снова пришел Гном Отступник, и на этот раз хотя бы один плотный биток, Древний Упырь. Также куча мелких затычек, Сфинкс, Палач, также я взял Орка Птицелова под второй ход, и спрятал его в третьем ряду, чтобы законтрить флай оппонента. Упыря я поставил во второй ряд, чтобы он ненароком не отъехал, не успев нахоботить доп жизни для вызывания топорей. И как выяснилось, это сыграло против меня. У оппонента оказался Умпий, который как раз этого Упыря и законтрит как минимум на один ход. Кроме того, я увидел трех бестелесных во главе со сворой пожирателей, которые контрят сразу и Палача, и Упыря. Их нельзя добить, и крови у них нет, сосать нечего. И ко всему прочему, в отряде противника опять не оказалось летунов. Орк Птицелов сразу превратился в тыкву, да и Сфинкс отработает мне на всю катушку. Умпий совершает прыжок в мой второй ряд, уютно располагается возле древнего Упыря. В принципе, драться с ним лучше, чем драться с бестелесными, может быть Упырь что-то донососет. Сфора пожирателей также врывается в мой второй ряд, ей бояться совершенно нечего, удары у всех слабенькие и ковырять ее будут долго. Амах подвозит аккуратно в край первого ряда торфяного змея, и тот бьет по Лирайну. Бросаем кубики, и змей попадает. Лирайн получает две раны, Амах сражается с целью атаки своего симбиота. Бросаем кубики, и Лирайн получает еще один удар на два. Остается в двух хитах. Жаль, что у меня нет клока, так бы я не сильно расстроился из-за его смерти. Призрак Зенды двигается, чтобы Кикимора могла подойти и безответным ударом отправить Лирайна на кладбище. Первый пошел. Ун подстрекатель бьет по призраку Зенды, чтобы совершить прыжок Кикиморой и освободить место для вереселения. Я разрешаю, никакого смысла вставать в защиту и получать дополнительный урон гномоотступникам нет. И Линси метает в гнома, выкидывает шестерку, наносит ему две раны. Кажется, в этом туре он отправится отдыхать намного раньше, чем в предыдущем. Еще единичку накидывает Панамарь. Призрак Зенды переходит на мою половину поля, максимально неудобно запирая мои карты, и противник пробует пробить раба Фаро. Амах атакует, на кубики у противника шесть, а у меня единица. Сразу четыре раны получил раб, и похоже не переживет уже этот ход. Призрак Зенды хочет добить, но я встаю в защиту Палачом, хотя бы немного размажу урон. Противник кидает пять, я же бросаю двойку, Палач теряет две жизни. Свора Пожирателя бьет по рабу Фаро, я зачем-то вскрываю демона Лени в третьем ряду, наверное думал, что смогу встать в защиту, но так это не работает. Свора пробивает, и раб Фаро отправляется в изгнание. Велит подходит вперед и добавляет одну ранку Палачу, у того остается четыре жизни. На этом начинается мой ход, я потерял пару затычек, вроде ничего страшного, но учитывая, что в третьем ряду у меня нет карт Победы, ситуация выглядит весьма неприглядно. Древний Упырь вынужден сражаться с Умпи, противник кидает единицу и мне везет. Несмотря на то, что я тоже выкинул единичку, я все-таки смог пробить и получил очень важные три дополнительные жизни. Они дают мне некую надежду, если получится разобраться с бестелесными. Как это сделать, совершенно непонятно. Еще и стоит все так, что я даже сконцентрировать урон ни по кому не могу. Ай Линси обломала охотника на Глоа с ударом через ряд. Будет стоять, втыкать за свои пять кристаллов. К сожалению, приход был такой, что лучше него я поставить ничего не мог. Наверное, надо было ему улеганиться, но Сфинкс и Орг Птицелов вкупе с вампиром и гномом вселяли в меня надежду. Первым делом решаю освободить из заточения Древнего Упыря. Все-таки он единственный, кто может более-менее адекватно пробивать Свору и Призрака. Демон Лени делает телепорт в первый ряд противника, чтобы сделать метание по Умпи. Вряд ли противник будет убивать его первым. Осталось нанести три рана. Отправляю Аларина тыкать и Линси, освобождая клетку, чтобы гном-отступник мог подойти и подраться. Если повезет, Умпи на этом действии закончится. Выкидываю шестерку, а противник кидает единицу. Выбираю ударить средним на два. Осталось снести последнюю жизнь. Охотник на Глоа идет вперед, бомж Птицелов идет вслед за ним и ударом через ряд добивает Умпи. Можно было сыграть более эффективно, добить Палачом, а Птицеловом нанести единичку с Воре. Но я решил, что пускай Палач погибает с краю поля, а не по центру моего второго ряда. Отхожу им в третий ряд, буду пытаться дать сдачи с Воре. С Финксом атакую и Линси, хоть у меня и так и эдак не работают удары через ряд, но сама она может потихоньку расстреливать моего Летуна, которого я бы хотел сохранить до конца партии. Наношу слабый удар на один, и Элем вместе с Эларино добавляют еще две раны. Больше действовать никем не вижу смысла и заканчиваю ход. Забыл я про свойства призрака Зенды, надо было оставить там клетку свободной, а теперь все бестелы просто пробьют по охотнику безответными. Сначала Свора наносит сильный удар на четыре, затем туда же бьет Торфяной Змей, у меня на кубике выпадает двойка, а у противника пять. Охотник на Глоу остается в трех хитах. Далее Амах сражается с целью атаки своего симбиота, и на этот раз мне везет, противник выкидывает единицу, а я кидаю четверку. Разница в три, это слабый удар на два в ответ. Немного урона нивелировали, но охотник все равно не жилец. Амах пробует пробить еще раз, и теперь уже более солидный результат броска, пятерка. Я же выкидываю шесть. Почти получается нанести вторую ответку. Охотник остается в одном хите. Велит его добивает, и как-то быстро заканчиваются мои существа. Элинс идет вперед, под защиту соседних карт, а Панамарь отправляет моего Элема в изгнание. За один кристалл он одну рану нанес и одну рану впитал. Очень неплохо сыграл, надо сказать, получше некоторых. Вереселин продвигается в мой первый ряд, где на него смотрит такой грозный и такой бесполезный палач. Призрак Зенда атакует орка Птицелова, наносит ему две раны. Кикимора безответным накидывает еще двоечку гному-отступнику. Вот у него уже и половины здоровья не хватает. Вереселин рискует, пытается ударить по гному. Надеюсь на сильный, но противник кидает всего лишь слабый на один. Элинси решает начать разминать Сфинкса. Логичное решение, гнома есть кому убить в следующий ход. Начинается мой ход, Элинси выбирает целью демон Олени, которого, кстати, я ни разу не заявлял в ход противника, потому что никому своей способностью он помешать не может, и мы не стали тратить на это время. Хочется убить Элинси, но открывшийся Панамарь не оставляет мне на это никаких шансов. Посчитав урон, я понимаю, что максимум, что я могу сделать, это убить Вереселиня, да и то, если мне повезет на кубики. Начинаю накидывать ему урон. Сначала Аларина совершает прыжок в центр поля, аж на 4 клетки. Наверное, хорошо каши с утра поел. Конечно, так далеко прыгать он не умеет, это был нелегальный прыжок. Опять нарушаем. Бью простым ударом по Вереселиню, и противник не становится в защиту Ундом, чтобы его не потерять. Наношу одну рану, остается 6. Сдвигаюсь палачом, будет он пинать Балду уже третий ход подряд, чтобы гном, вампир и орк Птицелов могли попробовать убить духа. Гном бьет и наносит слабый на 3. Повезло, мог ударить на 2, и тогда Вереселинь мог и выжить. Следующим атакует Древний Упырь, хотелось бы тоже увидеть слабый, но я выкидываю четверку, это средний, и он сводится к единице. Остается 2 жизни, орк Птицелов ударом через ряд, и демон Лени Метанием отправляют первого духа в изгнание. Осталось еще 2, и у меня появятся шансы. Синксом атакую Велета, чтобы Панамарь не мог закрыться и поранился в конце хода. Выкидываю сильный на 3, очень неплохо. Нервного Урга оставляю открытым на всякий случай, да и не вижу пока смысла драться с Карликом Ундом, и передаю ход. Панамарь получает 1 рану, а Аммах 1 отрегенивает. Противник хочет начать пробивать Упыря, чтобы добить его на следующий ход. Атакует сначала Свор и Пожирателей, наносит 3 раны. Затем Амах подвозит Торфяного Змея, тот кусает Упыря на 2, и мы с троллем сражаемся. Противник выбрасывает тройку, и я отвечаю тем же. Упырь получает еще 2 раны. Итого 7 из 16. После этого Амах бьет уже самостоятельно, и на этот раз не мелочится, наносит сильный удар на 4. Упырь остался в 5 хитах. Не зря, оказывается, я оставил открытым Нервного Урга. Хотя и противник допустил ошибку, передвинувшись призраком в центр, а не в мой третий ряд. Кикимора могла бы добить тогда безответным ударом. А теперь мой вампир поживет еще ход. Ун-подстрекатель бьет по демону Лене, разумеется пропускает этот удар. После чего Кикимора совершает прыжок в мой второй ряд. Кажется, жизнь гнома-отступника подошла к концу. Кикимора наносит ему 2 раны, и Линси пытается добить, но выкидывает слабый, и приходится закрыться еще и по наморю. Он проходит вперед и добивает гнома. В 3 хода отступник все-таки продержался, еще и важный урон успел внести. Не так уж и плохо для 4 золотых. Велет добавляет вторую ранку Сфинксу, и на этом оппонент завершает свой ход. Панамарь снова открывается, чтобы стоять в защите. И Линси выдает минус к дальним атакам демону Лене. А я радуюсь тому, что мой палач наконец-то имеет легальную цель для добивания. Можно попробовать кого-нибудь убить. Правда, пробить Кикимору почти нереально. Мне нужен сильный удар вурдалака и пара ударов через ряд, чтобы можно было применить добивание на 4. С другой стороны, я вижу угрозу своему плану на Эншпиль, древнему упырю. Если его добьет торфяной змей, он погибнет и будет съеден и изгнан. Тогда даже вызвав нетопорей, вернуться на поле боя он не сможет, поскольку из зоны изгнания нельзя. Но пока что насобирать уронов торфяного змея я не могу, из-за открытого призрака Зенды. Поэтому решаю сначала подлечить упыря ударом по беззащитной цели, унду по стрекателю. И затем всеми силами защищать упыря. Выкидываю средний на 4, это очень хорошо. Теперь мой вампир имеет запас в 9 жизней. О том, что струпоедеть упыря может и призрак Зенды, я напрочь забыл, конечно. Птицелов идет вперед, будет защищать упыря от смерти, а палач совершает первое полезное действие в игре. Убивает простым ударом унда подстрекателя. Кикимора теперь заперта в моем тылу и никуда оттуда уйти быстро не сможет. Сфинксом атакую Велета, чтобы Пономарь вновь получил невынужденную ранку. Призрак встает в защиту и получает слабый удар на 0. Демон Лени все еще не может метать на 2, поэтому приходится пытать счастье простым ударом. Телепортируюсь подальше от потенциальных угроз и наношу сильный на 2. Мне повезло, теперь Аларина может добить Велета и немного снизит урон по моему Сфинксу. Правда, демон Лени конкретно подставился и противник теперь может его легко убить, но надеюсь, что он выберет целью упыря. С воропожирателя открывается мой третий ряд. Туда же прилетает и призрак Зенды. Оппонент явно намерен лишить меня моего кровососа. Начинает атаку с торфяного змея, не пытаясь прокинуть сворой или и линси. Судя по всему, забыл про Кикимору. С ней урона для убийства упыря торфяным змеем вполне могло хватить. Пробивает слабым на 2, остается еще 7. Затем с упырем сражается Амах и также попадает слабым на 2. Осталось всего 5 жизней. Вспоминает про Кикимору и задумывается, кем лучше закрыться, чтобы добить упыря. И неожиданно для меня атакует с ворой палача, наносит 3 раны, тот остается в одном хите и панамарь добивает его. Палач, конечно, заслужил смерть своим ужасным КПД, но теперь вампир останется жив и снова отсосет немного крови и продлит свое существование. Возможно, оппонент хотел все-таки добить вурдалака трупоедством, чтобы лишить меня надежд на конец партии. Тем не менее, Кикимор атакует безответным и наносит 2 раны. Вурдалак остается в трех хитах. Призрак Зенды заявляет удар, и орк Птицелов встает в защиту. Бестелесный до этого оттоптался по нему и получил безответный удар, поэтому кубик я кидал зря, но в целом и так удар прошел на 2. Атамаха встанет в защиту нервный урк, а Элинси не хватит урона. Вурдалак живет, это очень хорошо для меня. Тролль отходит в сторону от нервного урка и пробивает средним ударом по орку. У того остается последняя жизнь. Элинси двигается так, чтобы урк не мог ее ударить и добить, и метает в орка, отправляя его на кладбище. Не угадал я с отрядом, моя контра оказалась бесполезна, при этом мои существа оказались полностью законтрены. Начинается мой ход, и снова Панамарь разворачивается, несмотря на то, что я упорно игнорирую его и атакую другие цели. Вурдалак остался жив, и это прекрасно, тем более, что сейчас я могу как раз убить трупоеда, торфяного змея. Про трупоедство бестелесных скромно помолчим. Подхожу упырем влево и пробиваю по змею. Убить самого Амаха мне кажется нереалистичным, слишком много хороших бросков для этого требуется. Тем более, что я сразу же выкидываю слабый. Упырь снимает немного ран с себя и становится в 6 хитах. В следующем проверяю урон от сфинкса, надеюсь на средний или сильный, но выпадает слабый. Похоже, придется закрыть вообще все карточки, чтобы добить симбиота. Нервный урк подходит и пробивает еще один слабый, осталось внести 2 раны. Телепортируюсь с демоном, пытаюсь пробить с руки, и у меня получается, я наношу 2 раны и отправляю трупоеда на кладбище. Выдыхаю, думая, что теперь-то моему вурдалаку ничего не грозит. Как наивно. Аларина бьет с руки по Элинсии, наношу 1 рану, та остается в 4 хитах. Все мои карты закрыты, и теперь исход партии зависит от действия оппонента. Панамарь получает еще 1 рану, такими темпами он скоро сам себя похоронит. Я беспечно взираю на стол, не догадываясь, что моему вампиру путь заказан в изгнание. Противник решает ударить сначала аммахом, выкидывает слабый на 2. Упырь остался в 4 хитах, как раз на укусы Кикиморы и Призрака. И тут случается чудо, о котором я и не подозревал на самом деле. Противник, похоже, тоже забыл про трупоедство бестелесных, и просто идет с ворой вперед. Либо он сделал это намеренно, чтобы я не убил затем Призрака, который эту свою бестелесность потеряет. Но без вернувшегося вурдалака у меня все равно было бы крайне мало шансов на победу. С вора наносит 3 раны, и последний удар наносит Кикимора. Упырь погибает, отправляется на кладбище и вызывает из колоды двух моих нетопорей, которые давно уже ждут выхода на поле. Они появляются в 3 хитах, и противник пытается убить одного из них метанием и линси. Но не справляется, попадает слабым на 1. Панамарь добавляет еще единичку, а Призрак Зенды бьет нервного урга, начинает его разминать. Я могу сразу возродить Упыря с 6 жизнями, он появляется в открытом виде в любой точке поля боя, и может еще навалять и отвампириться. Но я решаю повременить и пока подамажить нетопорями, поскольку посчитал, что убить Амаха в этот ход у меня не выйдет. Также я не хотел терять демона Лени, который по задумке будет в конце убегать по полю, пока Сфинкс будет грызть свору. Панамарь опять открывается, он решительно встал на путь суицида. Начиная атаковать нетопорями и линси, чтобы набрать жирочка перед возрождением Упыря, раненый наносит сильный удар и полностью восстанавливает здоровье. Затем туда же бьет второй, наносит единицу и получает одну дополнительную жизнь. Аларина прыгает в третий ряд противника, подальше от неприятных бестелов и добивает эту противную речную деву. Сфинкс Зара бьет панамаря, выкидываю шестерку, а противник кидает пять. Попадаю на единичку и демон Лени повторяет маневр Каяра, добивает инквизитора. Нервный урк остается открытым, чтобы попытаться отбиться от атак существ противника. К сожалению, последние несколько ходов не записались, потому что у меня закончилось свободное место. Однако развязка была близка. В этот ход я потерял нервного урка, затем в свой навалял немного Амаху, еще через ход погиб Аларина, а я наконец-то возродил Древнего Упыря с девятью жизнями и смог убить Амаха. К этому моменту время на тур закончилось и у нас осталось по три существа. Древний Упырь, Демон Лени и Сфинкс против Своры, Призрака Зенды и Кикиморы. По кристаллам ничья, но по позиции очевидно, что в итоге Бестелесный дожмут Кровососа, Свора догонит Демона и потом сожрет и Сфинкса. Вряд ли у меня получилось бы долго отбиваться. Поэтому, пометуя о том, как я отскочил в первом туре, я решил, что сдаться в этой партии будет правильным. Тем более, что впереди было еще два тура, и победив в следующем и расписав ничью в четвертом туре, я обеспечил себе выход в топ с достаточно высоким стендингом для семи очков.